В Калининграде возле здания правительства стартует ежегодный велопарад «День колеса». Предлагаем ознакомиться с тем, что предстоит нам увидеть, возможно, поучаствовать. Организатор, ИСО-организатор Дня колеса в Калининграде, директор велосипедной школы города Калининград Геннадий Михайлов в студии «Радио Балтик Плюс». Добрый день. И когда я стал говорить про 29 мая, Геннадий стал махать руками. Очевидно, что-то где-то в интернете написано не так. Добрый день, уважаемые калининградцы. Нет, нет, вы все правильно сказали, просто изначально не послышалось 25-е. Я подумал, что... 29-е. Я подумал, что, может быть, калининградцы подумают, что они что-то пропустили. Нет, нет, все впереди. 29 мая традиционно уже в 11-й раз пройдет «День колеса». И главное действующее действие – это, конечно, велопарад. А заявки уже поданы? Сколько их подано? Больше, меньше, чем в предыдущие годы? Что касается велопарада, то здесь никаких заявок подавать не надо, просто участие. Мы ставим ограничение 12+, но мы предупреждаем взрослых о том, что это все-таки массовый заезд, но ни велогонки, ни соревнования, ни велопробеги. Поэтому, конечно, детей будут брать. Но если вы берете детей, должны быть касочки. Что касается первого этапа «Дня колеса» – это заезды детские перед, как вы правильно сказали, перед зданием правительства области. То там с 9 до 10, прямо перед зданием, будет организована регистрация участников. И в 10 часов будут самые маленькие у нас стартовать. Это «Беговелы» 2+. Вот такой вот у нас начало. Маленькие дети. Да, маленькие детки 2+. Что касается массовости, вот что показывает практика ежегодная? Сколько людей принимают участие в «Дне колеса»? Ну, у нас есть статистика. Мы исходим, что последний день «Колеса» – это последний велопарад 20-й год. 21-й год – это было порядка 3 тысяч человек. Кто-то с этим спорит. Ну, там COVID-19 и все такое. Да, в 2020 году, к сожалению, мы пропустили. Но, тем не менее, мы держались, в отличие, скажем, от Тур-де-Крансона, всеми уважаемого, когда два года по нему его не было, и люди скучают. В этом году, слава Богу, будет велопарад «День колеса». И в прошлом году прошел благодаря организаторам, конечно, и городу, и области, что вот так все мы дело организовали. Но тенденция однозначно на увеличение. Тенденция на увеличение. А вы знаете, многие организаторы тех или иных развлекательных или других каких-то мероприятий считают, что если какой-то фестиваль пропустит один год, его уже очень сложно поднять до тех уровней, которые были у него. Если два года пропущено, уже очень сложно даже реанимировать. Вот что можно сказать про спортивные какие-то мероприятия? Ну, я бы здесь слово «спортивный» убрал. Все-таки активного времяпрепровождения. Я думаю, что здесь, что касается вообще всего того, что связано с велосипедом в нашем городе, то, конечно, мы обречены на успех. Потому что тенденция, как я уже сказал, на увеличение. Велосипеды приобретаются с быстротой колоссальной. Несмотря на цены, несмотря на какие-то связанные моменты с тем, что мы не имеем сейчас хорошего уровня инфраструктуры городской, тем не менее, знаете, как вот это увеличение, оно позволяет людям выходить, ну, опять же, на улицу, да, и свободное катание, когда перекрывается улица, да. И опять же, мы не избалованы мероприятиями, да, потому что, конечно, один год или два года, да, здесь нет, ждут. День колеса и велопарад – это традиционное официальное начало велосезона, да. Вот до этого эфира я созванивался с нашими друзьями, которые, ну, тем или иным образом продают, если говорить на человеческом языке, велосипеды, то отмечают, что, ну, где-то примерно в год в регионе становится на 15 тысяч велосипедов больше. А как вы думаете, какова будет динамика? – Ну, цифра у вас немножко устаревшая. – Устаревшая уже? – Да, устаревшая. Данная, вот эта цифра, я и апеллировал где-то лет 5 назад, такой момент. – Ага, а сейчас? – Ну, сейчас я не располагаю, к сожалению, статистикой, однозначно цифра больше. Какая-то часть велосипедов, конечно, меняется старые на новые, это небольшая часть. Раньше, можно было сказать, какая-то часть велосипедов вывозилась, скажем, в Большую Россию или куда-то, может быть, даже в страны Европы, да. Сейчас, однозначно, все оседает здесь, потому что передвижение на велосипеде, учитывая наше расстояние, это здесь, в городе Калининграде, мы просто, ну, созданы для того, чтобы вот мы садились на велосипеды. Несмотря даже на погоду, да, где-то, вот я сегодня приехал к вам на велосипеде, пошел дождь, я оставил велосипед в центре, пристегнул его и пришел под зонтиком к вам. – А вот насколько город Калининград, по вашему мнению, подходит для езды на велосипеде? – Идеальное место. Я все время привожу в пример город Копенгаген, это примерно те же 300-500 тысяч человек, сейчас он разросся, и сравнивая, там, катаясь, вот, опять же, в столице Дании, да, и в городе Калининграде, самое комфортное передвижение для велосипедиста, вообще, для велолюбителя, это до 10 километров, это наш город. То есть, в принципе, у нас за 10 километров это пересечь весь город, да, это очень удобно. Прямолинейность дорог, конечно, опять же, присутствует, да, рельефность соответствует, Дании, нет каких-то перепадов высот, поэтому все, все очень удобно. – А сейчас только и разговоров, что о велодорожках. Как вам планы властей по поводу велодорожек и насколько они выполняемы? – Власти на сегодня делают, скорее всего, свой максимум того, что они умеют. И умеют, прежде всего, и могут, исходя из реалий, которые сейчас есть. Конечно, нам всем хочется, чтобы это все было быстрее, но, вы знаете, то, что делается, я считаю, это тоже шаг вперед. Конечно, хотелось бы, повторюсь, большего, но то, что мы видим уже в городе, да, есть отдельные кусочки инфраструктуры, которые, я думаю, мы со временем закольцуем. У нас получится хороший трафик, хорошая, вот именно такая закольцованная велосипедная инфраструктура. Но нужно время, подождем. – Традиционно уже многие годы мы делим проезжую часть пешехода, автомобилисты, велосипедисты, теперь еще и самокаты. Вот что тут можно сказать, собственно говоря? У нас есть велосипедист, есть пешеход, это я, и есть Наталья Минаева, она автомобилист. Наташа, скажи, пожалуйста, вот как тебе велосипедисты, как тебе культура вождения? – Ну, я постараюсь без эмоций на эту тему. Ну, как правило, я все-таки думаю, что велосипедисты, по большей части, которые лично мне попадаются на дороге, это те, которые ездить не умеют и правил не знают. Потому что пересекают пешеходный переход они на велосипеде, то есть не спешивавшись, если можно так выразиться, едут где хотят. По тротуару, или наоборот, посередине улицы, или начинают обгонять то справа, то слева автомобиль. То есть подстроиться под них, это очень сложно. – Ну, а делить тротуар пешеходу с велосипедистами тоже сложно. Тут еще добавляют, конечно, масло в огонь те самые люди, которые ездят на сегвеях, ну, либо на электросамокатах, но это уже совсем другая история. Так вот, на троечку оценил культуру вождения Геннадия Михайлов в прошлом году. Культуру вождения в Калининграде. Так вот, а за год что-то изменилось? – Я нет, я останусь на той же позиции, понимаете, измениться должно сознание людей. То, что мы приобретаем много велосипедов, да, ну, и садимся на них, едем, конечно, культура, она должна состоять из составляющих, как правильно бы сказала Наталья, да, где ехать, надо понимать, где передвигаться велосипедом. – Это самое главное. – На дороге опасно, значит, где безопасно? – На татуаре. Вы, как пешеход, понимаете, а почему я должен отдавать часть своего пространства, на котором, в принципе, мне комфортно, но не так-то вольготно. Конечно, я не хочу делиться, но, тем не менее, вас никто не спрашивает. Там едут велосипедисты, там едут самокаты. Я соглашусь здесь с Натальей по поводу того, что велосипедисты, и их немало, но их все-таки меньше, которые совершенно без, как говорится, безбашенные, да, которые, которым вообще все равно, ну, и они в автомобилистах видят врагов, это беда, к сожалению. Я против этого. Нужно понимать, что человек в машине, вечером он поставил машину, сел на велосипед. Вот, но, тем не менее, культуру я оцениваю, опять же, повторюсь, на троечку, потому что дело времени. Все в совокупе должно, я как сказал, да, как сказал уже, должна появляться велосипедная инфраструктура, должна появляться, опять же, через наши мероприятия, те же День колеса и велопарад, да, и там Тур-де-Кранс и так далее. Мы показываем и об этом говорим, что нужно уважать, как правильно, мы постоянно об этом напоминаем. Ну, и, конечно, надо ждать. Геннадий, я понимаю, что, да, все развивается, и люди становятся культурнее. Вы даже в прошлом интервью упомянули, что большинство велосипедистов готовы становиться культурнее. Но, тем не менее. Смотрите, Геннадий, вот в двух словах, как и где может иметь право ехать велосипедист? Как правильно нужно? Вообще, велосипедист передвигаться по тротуару не имеет права. Конечно, он должен передвигаться по дороге или по велодорожке, если она есть. Ну, будем откровенны, да, велодорожку, если даже мы берем улицу Комсомольскую, на которой есть велополоса, да, вот, человек, опять же, должен как-то там, велосипедист, оказаться, то есть, кто как-то должен приехать, чтобы заехать на эту велополосу, и как-то с нее съехать, потому что она начинается в начале Комсомольской, заканчивая с конца... Ну, Комсомольская, это такой локальный пример. Локальный. И вот эти примеры по всему городу, они разбросаны. Конечно, исходя из вот реалий, которые сейчас существуют, я бы всем советовал, понятное дело, для безопасности, особенно женщинам, особенно там детям и так далее, подросткам, ездить, конечно, по тротуару, но учитывая, что не мы там главные, главные там пешие ходы, потому что все-таки передвижение по автомобильным магистралям, магистралям считается больше одной полосы в одну сторону, это опасно, конечно. 29 мая в Калининграде пройдет День колеса, и об этом можно уже сегодня почитать в интернете. В 10.30 старт возле здания правительства. Один из организаторов этого праздника, директор велосипедной школы города Калининград, Геннадий Михайлов, сегодня в студии «Балтик плюс». Добрый день, Геннадий, еще раз. Добрый день, уважаемый Калининград. Как вы, кстати, сами относитесь, вы как велосипедист, как вы относитесь к автомобилистам на улицах города? Очень уважительно. Конечно, меня иногда подбешивает ситуация, я так извиняюсь, что оно есть, но я думаю, что и со стороны велосипедистов есть тот, кто передвигается на велосипеде, как бы люди, которые ведут себя неадекватно. Также и автомобилисты. Но я считаю, что в основном, вот ту тенденцию, которую я наблюдаю в городе, я вижу, что уступают, стараются притормозить, пропустить. Может быть, конечно, в машине там какие-то есть, в наш адрес, допустим, какие-то проклятия. Но вы их не слышите. Я не слышу, да. Я вижу в глаза людей, если человек притормаживает, я стараюсь верить в хорошее и лучшее. Поэтому я думаю, что их больше, автомобилистов, которые понимают велосипедистов. И надеюсь, что велосипедисты будут понимать автомобилистов. Вот что касается ДТП с участием велосипедистов, Наталья любит смотреть разнообразные подборки ДТП в Калининграде, потому что автомобилисты отмечают, что зачастую велосипедисты, собственно, попадают в эти самые ДТП. Ну и кто прав, кто виноват, кстати, Наташа? Ты как эксперт. Ну, я могу только какие-то единичные случаи, которые я наблюдала вот в этой подборке, описать. Когда очень некрасиво, очень некорректно, невежливо вел себя велосипедист, когда ехал по проезжей части, то справа пытался обогнать, то слева пытался. То есть как хотел, так пытался. И вот загореться ему красный свет, и он вдруг решил перебраться по пешеходному переходу на противоположную сторону улицы. То есть отсутствие правил. А отсутствие правил абсолютное. А правила-то вообще существуют для велосипеда? Конечно, да, конечно. Как вы думаете, какая часть велосипедистов в Калининграде вообще подозревает о существовании прав? Ну, элементарные, я вас понял. Элементарные правила выполняют, я думаю, большинство велосипедистов, которые передвигаются, потому что показать поворот направо-налево, это все остановиться, конечно, эти жесты руками, конечно, это все есть. Но я всем всегда советую, что как бы ты не штекулировал там и так далее, все равно голова на плечах, посмотреть, убедиться, что тебя водитель увидел. Не то, что ты показал ему, допустим, что я буду заворачивать. За вот это велосипедисты, которые совершил, вот, конечно, мне хочется извиниться и сказать, что всем, пользуясь случаем, что, пожалуйста, будьте уважаемыми велосипедистами, относитесь уважительно и к пешеходам, и к автомобилистам, особенно в тех зонах правил дорожного движения, где это регламентировано правилами, да, где зебра, тротуар. Конечно, мы должны чувствовать себя здесь уважительно друг к другу. Да, вот это возрастной вообще транспорт, потому что часто встречаю каких-то пенсионеров, которые перевозят ведра с огорода, полные там овощей, фруктов. Вот, понятное дело, что велосипед сам по себе нелегкий, и бабуля, которая управляет этим велосипедом, нагруженным еще и ведрами, каким-то концентрами... А что еще делать бабуля? Бабуля не может идти за руль автомобиля. Ну, и показать поворот, понимаете? Веда в чем? Я со своей точки зрения выражу большое уважение к этому человеку в возрасте, который едет на велосипеде, да еще с ведрами. Активная, у вас, бабушка. Главное, не бояться. Человек, да, человек, значит, в принципе, заботится о своем здоровье, а еще, значит, с ведрами, значит, и еще о ком-то заботится. Это вообще здорово. Кроме автомобилистов. Что касается автомобилистов по поводу, вот когда они видят пожилого человека с ведрами, там, женщину и так далее. Конечно, здесь однозначно мы должны из уважения к этой бабушке или дедушке, этому дедушке, да, конечно, уступить, подождать. Но понятное дело, что не сможет она показать, но переучивать человека в этой ситуации. Не, не, при этом она должна двигаться по правилам, само собой, не по центру дороги. Тем не менее, пожелаем ей здоровья. Ну, конечно, только часто бывает такое, что едет вот этот дедушка или бабушка и собирает за собой пробку из автомобиля, которые вежливо уступают ей. Если он едет по правилам, и там собралась пробка, ну, он участник дорожного движения, он имеет это право. Если он едет по центру дороги и просто перекрывает ее, конечно, он не имеет права таких. Метр от бровки, пожалуйста, это его территория, он может передвигаться. Наташа, вопрос бомба, был сейчас закинут в интервью. Ну, как бы мы ни относились друг к другу, велосипедисты, те люди, которые ходят пешком по тротуару, и автомобилисты. Но, тем не менее, сколько бы мы ни выражали друг к другу, по отношению друг к другу, какие-то эмоции позитивные, негативные и так далее, нам все равно делить эту проезжую часть через год, через два, через десять и через сколько там. Я думаю, всегда эта проблема будет существовать. Еще одни друзья появились в городе, это, конечно, электросамокаты. Как вы считаете, электросамокаты смогут вытеснить велосипеды с улиц города? Нет, это тоже наша тема, конечно, передвижение, экологический вид транспорта, он должен помочь, наоборот, городу, разгрузить город, в принципе, от транспорта. Такая идея, скорее всего, вот, проката и удобства передвижения, да. Ну, что касается, конечно, электросамокатов в нынешней ситуации, то я считаю, что это очень большая проблема, колоссальная проблема. Почему? Потому что самокаты, да, ну, они сейчас будут приравнены к транспортному средству. Конечно, они должны двигаться, ну, у них скоростной режим, пусть и ограниченный, он все равно не маленький. Конечно, передвигаясь вот так вот, абы кто, ну, там, пусть и совершеннолетние люди, по тротуару, конечно, это опасно, это очень опасно, а передвигаются они в основном по тротуару. Я думаю, что они также будут ждать, ну, опять же, а что они будут ждать, они уже в городе, они уже в городе. Я думаю, что, скорее всего, это ускорит, может быть, потому что власти эту тему поднимают, ускорит проблемы вот именно качественной инфраструктуры. Я думаю, что вот они, с одной стороны, помогают, наверное, велосипедистам, чтобы и у самокатов, и у велосипедистов было пространство качественное, безопасное для пешеходов. Вот вы говорите, что сейчас скоростной режим 20 км в час, это максимум для электросамоката. Я помню пару лет назад, когда только-только все это начиналось, вот едем мы с таксистом, с водителем такси по эстакадному мосту, и я вижу такую картину, что у нас скорость 80, и этот электросамокат, мы его не можем догнать, понимаете? Когда мы сделали 90, под 100 мы его догнали, но, судя по всему, около 70 он ехал. Да, это такое было. Сейчас они действительно поставлены в правовые, я имею в виду электросамокаты, вот фирмы, которые имеют вот эти вот прокат и так далее, поставлены в определенные рамки правовые, это и снижение скорости, это и объем, опять же, да, этого самоката, это и средства защиты, это, ну, то есть, они, их реально штрафуют. Вот если мы тут сейчас говорили о том, что велосипедистов не штрафуют, хотя бывают случаи, там, переход через зебру, переезд через зебру, то самокат, да, они попадают под это. За ними больше следят, потому что они на виду, и плюс они, все-таки у властей, они подконтрольны. Количество мы знаем, где они базируются, стоянки их, и они, в принципе, системы GPS, они все подконтрольны. Ну, штрафуют только так, ловят за руку. В основном, в основном, конечно, да. Как и велосипедистов тоже. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы за нарушение всех штрафовали одинаково, и велосипедистов, первый готов заплатить штраф, если нарушил что-то на велосипеде, но, с другой стороны, хочется, чтобы это было ко всем одинаково. И пешеходов, наверное, да? Да, 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 да. Пешеходов, кстати, тоже нужно штрафовать, конечно же. Ну, да, особенно, которые бегают, перебегают проспект Мира. Ну, прежде всего, они штрафуют сами себя, потому что подвергают свою жизнь опасности, да? Ну, как, наверное, и все участники дорожного движения, и велосипедисты, и велосипедисты. Ну, конечно, вот я думаю, что такие штрафные санкции, они помогают, скорее всего, для того, чтобы мы вели себя дисциплинированнее. Ну, все-таки голова сама должна работать в правильном направлении, мне кажется. Директор велосипедной школы города Калининград Геннадий Михайлов сегодня был в студии «Радио Балтик». Плюс, Геннадий, ваше пожелание вот участникам дорожного движения. Ну, прежде всего, я хочу еще раз повторить о том, что 29 мая мы встретимся с вами на велопараде. Старт, я напомню, в 12 часов. В 11.30 у нас розыгрыш велосипеда, так что приходите все, кому-то повезет обязательно. Вот. А пожелать всем калининградцам я хочу здоровья, прежде всего, да? А велосипедистам и автомобилистам это взаимопонимание. И не спешите никуда, а больше катайтесь на велосипеде, он вас увезет от всех проблем. Всем счастья!